На Керченском мосту начали строить очистные сооружения. На автодороге Керченского моста очистку ливневых вод должны обеспечивать 20 сооружений, на железнодорожной части – 18. Они смогут выдержать сейсмическую нагрузку в 10 баллов, заверили экологи РФ. На Керченском мосту началось сооружение очистных комплексов для ливневых вод. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает информационный центр проекта. Многоуровневое глубокое очищение и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым, говорится в сообщении. По данным российских экологов, сооружения смогут выдержать сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечить очистку стоков к уровню водоема рыбохозяйственного назначения. Ожидается, что на автодороге очистку ливневых вод будут обеспечивать 20 сооружений, на железнодорожной части – 18. Как предполагается, стоки на автомобильной дороге будут идти в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки вдоль полотна. Затем по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами, они будут идти в локальные очистные сооружения, где вода пройдет несколько стадий очистки и обеззараживания. Ранее сообщалось, что запуск части Керченского моста под угрозой срыва. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и htpst.micrespondent.net по материалам сайта Ньюзгроком.